Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Точка зрения», меня зовут Сергей Иванов. Сегодня мы будем говорить о рынке веб-конференций. Что это такое? Основа для перестройки всей инфраструктуры бизнеса и образования? Или это просто старая добрая селекторная связь только с новыми техническими решениями? И сегодня мы об этом побеседуем с нашими гостями, основателем сервиса веб-конференции «Вебинар.ру» Александром Альперным и основателем сервиса веб-конференции «Комди.ру» Дмитрием Грином. Александр, Дмитрий, привет! Привет! С чего хочу начать? Хочу начать с того, что мы хотели пригласить вас еще несколько месяцев назад как представителей двух конкурирующих бизнесов, но еще до вашего объединения. Но так получилось, что вы успели в объединении раньше. Но тем не менее, мы не хотим менять наших планов и хотели узнать о вашей истории изначальной создания ваших компаний. Я надеюсь, вы еще не забыли ее, еще ваше объединение как бы не стерло из памяти следы. И у нас получится настоящая точка зрения, то есть с точки зрения двух разных представителей бизнеса. Вы согласны? Да. Лучше бы вы нас пригласили несколько месяцев назад, потому что мы-то как раз уже знали, что мы будем объединяться. А выступали бы как две независимые компании. Ну, с другой стороны, у нас так получится интересная ретроспектива о том, что было и то, что стало. Наши зрители могут уже посмотреть, так кажется, воочию убедиться. Итак, мой первый вопрос. До вашего объединения чем вы отличались друг от друга? Ведь вы же не были компаниями-близнецами-братьями, правильно? Какие бизнес-модели вы использовали и с какой стороны вы подходили к этому бизнесу? Да, совершенно верно. У каждого были свои отличия. Если вебинар RU больше ориентировался на сервис, то есть там условно стопроцентно SaaS-модель, то у нас была, соответственно, модель больше проектная. То есть мы имеем штат программистов, инженеров. Также мы активно развиваем онлайн-трансляции. То есть мы имеем огромный парк техники, чтобы делать огромные мероприятия, то есть многозальные. У нас последнее мероприятие – Петербургский форум, только не экономический, а юридический. И там была трансляция из 22 залов одновременно на двух языках. То есть это не каждая компания может это делать. Также мы активно занимаемся разработкой и, соответственно, внедрением в инфраструктуру. Ну да, то есть если так подрезюмировать, у Комди очень хорошая команда разработчиков. Собственно, техническая платформа. Да, они делали очень интересные проекты для конкретных заказчиков, для банков в том числе и плюс делали. Для государственных структур. Да, много трансляций. Вебинар был сфокусирован исключительно на SaaS-модели. И то есть основная компетенция, наверное, была – это продажи и маркетинг. Ну, а если опять еще заглянуть в историю. Когда вы начинали? Вы начинали, по-моему, с интервалом приблизительно в один год. На какие рынки, на этом еще совершенно неизведанном, на какие сферы бизнеса, на этом неизведанном рынке вы ориентировались? Что вы планировали транслировать? Это были вебинары, это были какие-то другие веб-конференции. У нас разные были таргеты, поэтому… Разные таргеты, да? У нас была идея такая, то есть максимально быстро запуститься и максимально быстро проверить вообще, нужно ли это рынку, можно ли из этого построить полностью там модель, да, начиная с привлечения клиентов, заканчивая там его обслуживанием. А что вы собирались транслировать? То есть, ну, это был SaaS-модель, стопроцентно, да. То есть, мы хотели ее проверить и поэтому хотели там запуститься максимально быстро и максимально быстро сделать так называемый proof of market, да. Вот, собственно, была такая идея у нас изначально. Вот мы стартовали на год позже, потому что нам нужно было еще продукт разработать, то есть, мы как бы смотрели. Первоначальная идея была… Ну, это моя идея, в плане… Я даже не думал о том, что нужно что-то транслировать именно. А мне нравилась идея то, что, во-первых, какую-то аудиторию с обратной связью можно в реальном времени с ней работать. Вот. И поэтому мне было интересно создать сервис. И, конечно же, первоначально я думал, что основными клиентами будут тренинговые агентства, коучеры и образования. То есть, это будет именно вебинары, форма вебинара, правильно? Ну, да, естественно, вебинары, но это как бы веб-конференция. То есть, вебинары – это слово, подразделение, ну, как бы вид веб-конференции. То есть, это не… Ну, в любом случае, это не элемент корпоративного управления, да? То есть, вот когда… Нет, как первой версии, и это было невозможно технологически, потому что, я об этом дальше расскажу, нужно было построить инфраструктуру, то проще было построить именно трансляционное решение, когда одна точка, ну, максимум две, и могут распространить на многих. И действительно, мы начали, пошли, соответственно, войти первое, сделали первую студию, из которой компании могли делать, ну, рассказывать, делать свои презентации. Вот. И таким образом мы больше углубились именно в трансляции. Ну, вот для того, чтобы продолжить, и нашим зрителям было понятно, я хотел бы все-таки посмотреть, что такое, и показать, что такое вебинары, веб-конференции, как они выглядят. Благо, многие наши коллеги, в том числе и ведущие нашего телеканала, участвуют в этих самых образовательных вебинарах. Напишите, пожалуйста, плюсик, если вы меня слышите. Добрый всем день. Сейчас мы сделаем потише звук для того, чтобы он у нас не дублировался. И я уже, в принципе, вижу, что вы, так или иначе, видите нас в двойном режиме. Главная проблема и главный мой фейл сегодня, что я сделал синий свитер. Как всегда, у нас замечательная студия Комди помогает нам с картинкой сзади. И сегодня я очень рад видеть вас на занятии в совместном Академии экспертов и Комди.ком, просто потому, что для меня еще одна возможность, в принципе, рассказать про достижения, которые в вашей жизни будут улучшать и, так или иначе, приводить к лучшему ваш бизнес. Ну, вот, собственно, я понимаю, что вы это видите, наверное, каждый день и по многу раз. Дай бог, чтобы только ночью не снилось. Но нашим зрителям видно, что такое вебинар. Но я бы добавил, что еще как бы зрители увидели статичную картинку. Надо также важно добавить, что расположение окон, размер видео, чата можно менять. И это будут видеть точно так же, как вы, зрители. С вебинарами в большей степени понятно. А когда вы поняли, что веб-конференция – это не только вебинары, но еще элементы корпоративного управления, больших разнесенных компаний, и это востребовано бизнесом? Я думаю, что у каждой компании своя история. Именно вам, когда изнутри, когда к вам стали обращаться клиенты, вы ли разработали отдельный продукт, когда это стало понятно? Ну, Саша, ты расскажешь. Ну, мы изначально, на самом деле, если говорить про вебинар.ру, фокусировались немного не на обучении, хотя это тоже как бы важный очень сегмент. Мы как раз старались предоставить инструмент для бизнеса с точки зрения его развития. То есть мы ориентировались на маркетологов, на условно коммерческих директоров, и основная идея была предоставить инструмент, с помощью которого компания может общаться со своими клиентами, делать презентации, рассказывать про свои продукты, услуги, и если раньше для этого нужно было собирать семинары, собирать со всей стороны всех потенциальных клиентов, то через вебинар как раз они могут прекрасно обо всем рассказывать в онлайн-режиме. И для многих это оказывается даже удобнее, чем приезжать или, находясь в том же городе, даже тратить время по пробкам, чтобы добраться, посетить эту презентацию. То есть это был маркетинговый расчет, или реально рынок подошел к тому, что вы стали получать запросы до того, как подготовили услугу? Ну, наше видение рынка на тот момент было таким, что, соответственно, есть образовательный сегмент, который уже худо, бедно, где-то об этом слышал и где-то об этом знает. Их можно было напрямую, грубо говоря, подписывать, звонить им, предлагать им, либо они уже сами нас находили. А мы, идея была такая, что все-таки хотели развивать это еще в другом сегменте, и действительно так получилось, что... Ваши возможности и желания клиентов совпали? Да, да, что изначально, предположим, образовательный сегмент, конечно, значительную часть занимал, но он оставался более-менее статичным, он рос, но не так сильно. Словно, через год и через два года маркетинговый сегмент, он сравнялся и где-то даже уже опередил использование для образования. Ну и отдельная история, это использование вебинаров тоже для совещаний, работы внутри компании. То есть, если у компании, например, 100 филиалов по всей стране, то для них это очень хороший инструмент для повышения управляемости внутри компании. Ну, как пример, у нас периодически выступает один из наших клиентов, компания Киви. У них больше 150, насколько я знаю, филиалов по стране. И вот они говорят, что многие сотрудники узнали друг друга в лицо вообще исключительно через вебинары. А какими бизнесами в основном у вас требована услуга веб-конференции? Или у вас все-таки в вашем предыдущем опыте это были разные бизнесы? Ну, мне кажется, что в какой-то момент, скажем так, не знаю, там последний год, наверное, да, там типы клиентов, они там практически, структура клиентской базы, она очень похожа. И, ну, это практически все индустрии. Все разнесенные просто, да? То есть, начиная там со строительных компаний, заканчивая действительно там интернет-магазинами, например, да? То есть, ну, и то же самое по размерам компаний, начиная там с малых бизнесов, да, где там несколько человек, они там чего-то учат или они просто там дистрибьюторы какого-то продукта, например, там итальянской плитки, да, там два человека. И, соответственно, вот они показывают вебинары, рассказывают, что это за плитка, показывают их фотографии, чтобы по всей стране у них ее заказывали, да? И с другой стороны, это там, ну, крупные, действительно крупные компании, там, промышленные и государственные. Да, поэтому здесь мы скорее говорим, наверное, о сферах применения, да, кто для чего применяет. Это вот три основных вещи. Это обучение, это маркетинг и продажи, это, соответственно, внутри корпоративная работа. Да. Ну, а если говорить про индустрии, то есть есть там какие-то там несколько флагманских индустрий, наверное, да, это фарма, это там финансы, это IT, да, как самые продвинутые компании. И образование имеет очень большой потенциал. Да, и, соответственно, образовательные, в том числе там и вузы, и тренинговые компании, то есть все это тоже есть. Ну, я тоже немножко добавлю, что опять развитие рынка слоеволюционно, что изначально это были компании, которым было проще это продавать, которые имели распределенные филиальные сети, действительно. Сейчас уже вебинары проходят и в каждом филиале отдельности, то есть отдача очень высокая, и главное, что компания, попробовав это, начнет в это верить и понимает, что это инструмент. То есть реально. Если говорить вот об образовании или о компаниях с большой филиальной сетью, здесь мне все более-менее понятно. Но если говорить, например, о тех же интернет-магазинах, то там у меня возникает вопрос, зачем им необходимость продавать или демонстрировать, презентовать свой товар в режиме вебинара. Ведь для этого существует множество других, скажем, более традиционных средств. Это может быть и хорошее описание, и 3D-фото, которые набирают все больше популярность. То есть в чем необходимость именно такой веб-конференцной связи? И с кем она происходит? Ну, здесь, смотрите, наверное, если говорить о каких-то совсем понятных стандартных продуктах, я не знаю, там, скрепки, там, канцелярия для офиса или заказ воды, там, ну, наверное, ничего особо не расскажешь, и все понятно. Да, но если мы говорим о каких-то продуктах уже, там, чуть более сложных, то, то есть, ну, потенциальным клиентам им интересно узнавать какую-то, там, информацию о них или у них появляются вопросы, и они сразу хотят на них получить ответ. И, возможно, это что-то на уровне, там, психологии, да, но, то есть, есть такое ощущение тоже, что пользователям не всегда интересно смотреть, там, контент, который записан и выложен, или читать, там, эти скучные описания, или даже смотреть ролики. Ну, вот просто, не знаю, там, в качестве примера, да, магазин, интернет-магазин «Умница», они продают товары для детей и развивающие продукты для детей. И родители все время понятны, что с большим трепетом относятся к выбору таких вещей, потому что, да, там, от этого напрямую зависит развитие ребенка. То есть, они хотят получить полную информацию, они хотят проконсультироваться, может быть, там, с детским психологом даже, прежде чем сделать выбор. Ну, и плюс мамы, там, сидят с детьми, они все время в интернете, и особенно никуда, там, из дома не уйдешь, поэтому у них, наверное, тоже есть, там, время в этом всем участвовать. Соответственно, они проводят эти вебинары, приглашают туда, там, детских психологов тех же, да, там, родители обсуждают это все, задают вопросы, то есть, с большим интересом у них проходят эти мероприятия, где они как раз рассказывают про вот эту продукцию, как ее применять, как работать с ребенком с помощью вот этих вот, там, развивающих, например, игр. Да, то есть, вот типичный пример, да, таких вещей, которые требуют именно вот, ну, общения какого-то, да, живого, чтобы их оценить. Да, вот именно термин живого общения, оно и важно. У нас тоже есть, например, кейсы, например, сервис «Мое дело», да, то есть, это тоже сервис, который, в принципе, продается через интернет, который помогает предприятиям автоматизироваться, но, тем не менее, они проводят вебинары, и у них огромная конверсия, из-за того, что в режиме реального времени можно ответить на вопросы и показать свое преимущество. Это первое. А второе, что, когда все в теме того, что происходит в вебинаре, коммуникация между пользователями и быстрое обсуждение, оно также дает важный эффект. А можете сказать, какие компании в основном практикуют вот такой принцип живого общения, психологической увлеченности в свой продукт, в свою услугу? Ну, слушайте, ну, очень многие, да, вот если... Ну, как раз это вот спорно, многие ли это, да? Для многих формализованное описание является более действенным, да? Как раз именно формализация, как там туристические компании, предположим, многие из них делают ставку на формализацию. Для этого придуманы системы рейтингов, звезд, описаний и так далее, и тому подобное. Кому в большей степени именно из вашего опыта важна именно живая компания? В том числе туристические компании, да, вот вы упомянули, да, с одной стороны. Ну, слушайте, ну, я не знаю, мы можем называть или нет? Давай называть тех, кого можем, да, там, ну... Можем всех, кто на сайте. Да, то есть, ну, очень многие, да, очень многие туристические компании, там, крупные операторы, там, Тес-тур, там, кто-то... Это ассоциация туроператоров вообще, вся ассоциация работает, обязательно. То есть, да, на удивление, туристическая индустрия для нас, для самих, на удивление, оказалась как-то вот в это, там, вовлеченным. То есть, ну, она вроде бы как не всегда, там, не как IT-компании, да, там, продвинуты в интернете и так далее. С другой стороны, там, вот, ну, такие, там, крупные, реально, там, Тес-тур, Стартревел, там, не знаю, еще другие, они, они вот это активно... Я вообще вижу в этом повышение лояльности и дополнительных конкурентных преимуществ именно для тех, например, отелей или операторов, которые есть, что показать. То есть, понятно, что фотографии можно сделать в фотошопе, да, сделать с огромным, там, рыбым глазом, да, что покажется, что огромные комнаты и так далее. Что отель, который может все показать, как есть, он может взять, там, провести вебинар, развернуть ноутбук и показать, вот, в реальном времени людям, например, свой отель. По данным комиссии по САС-технологиям, РАЭК, объем российского рынка веб-конференции в 2012 году может составить около 9-11 миллионов долларов, а, я зачитаю, в 2015 году может вырасти до 100 миллионов долларов США. Понятно, что такой привлекательный рынок не может остаться без внимания. И явно найдется большое количество желающих поучаствовать в его разделе. Каков порог входа на этот рынок? То есть, что стоит создать компанию, хотя бы вывезти ее на рынок, успеть заявить о себе клиент, показать какую-то услугу? Ваше мнение. Ну, просто что-то сделать, да, там, практически, наверное, там, ничего не стоит. Можно, там, собрать решения из каких-то, там, открытых решений, да, взять какие-то open-source, там, чего-то там доделать. И это будет работать. Поставить, ну, как-то будет работать, да. То есть, здесь, ну, наверное, это похоже, там, с хостинговыми компаниями, да, любой может, там, арендовать сервер, даже не покупать, арендовать сервер, поставить туда, там, виртуальные машины, и, соответственно, их, там, начать продавать, прикрутить туда какой-то биллинг и начать это продавать. То есть, теоретически желающих войти в этот рынок будет более чем достаточно? Ну, надо будет сделать... Ну, их уже есть, их уже, там, очень много, и они, там, появляются, исчезают, то есть, это нормальный процесс. Мы, там, это наблюдаем довольно долго уже. Каждый день. Но для того, чтобы стать успешным на нашем рынке, на веб-конференции, имеется в виду, что нужно сделать несколько вещей. Первое – это нужно иметь безупречный продукт, который работал бы в России. Соответственно, из первого вытекает второе, что нужно иметь собственную инфраструктуру. Хотя есть и партнеры, но собственная инфраструктура тоже нужна. Третье – нужна команда продавцов и маркетологов, которые понимают рынок и умеют рассказать о продукте. И третье – нужно организовать безупречную, ну, даже не хуже, чем у нас, да, хорошую службу технической поддержки, поскольку вопросов возникает много, и вопросов не с тем, как что не работает сервис, а именно, как им пользоваться и так далее. И пятое – это разработать уникальные свои технологии в плане модели применения. То есть их нельзя просто скопировать. Мы к сервису прилагаем также методику, то есть у нас есть инструкция, как использовать сервис. Вот если пять этих составляющих какая-нибудь компания сможет в IT сделать, то, в принципе, это будет достойный конкурент, которым нам будет интересно конкурировать. Ну, помимо молодых да ранних, есть еще эти мировые лидеры, известные в той же компании WebEx или AdapConnect, которые тоже внимательно смотрят за нашим рынком, и даже WebEx заявил о том, что в ближайшие пять лет намерен занять не менее 20% российского рынка. Их не упрекнешь, в общем-то, в незнании методик, в отсутствии маркетинговых планах и нежелание работать 24 на 7. Как вы оцениваете реальную угрозу для вашего, для российского бизнеса, для вашего бизнеса с приходом? Если честно, я бы упрекнул немножко. То есть мы все-таки рассчитывали увидеть что-то более серьезное, потому что первый раз такой же тоже был приход WebEx в 2009 году через того же самого интегратора, с которым они сейчас во второй раз уже это проанонсировали. Тогда мы ничего не увидели, мы как-то рассчитывали, что они хоть как-то тоже там разовьют рынок, помогут нам в этом. Но вот пока не было ничего, надеюсь, что сейчас мы что-то увидим. Ну, то есть причина в том, что, опять же, нужно строить там масштабируемые, постоянные рабочие процессы, это не только технология. То есть бизнес-процесс в России настолько сильно отличается от европейских или американских? Я бы не сказал, что он сильно отличается, нужно просто это делать, нужно этим заниматься. Пока мы не видели, чтобы реально какого-то серьезного намерения этим заниматься, каких-то конкретных реальных шагов в этом направлении. Посмотрим, может быть, они в ближайшее время их сделают. Ну, моя точка зрения, что я вижу в них определенную угрозу, то есть это хорошая угроза, потому что мы сейчас встаем на путь конкуренции с компаниями, которые уже там 10-15 лет этим занимались и имеют успешный опыт. То есть это хорошо, потому что мы будем стремиться занимать новые высоты в качестве своего обслуживания, в качестве своего продукта. Это очень важно также, что мы разрабатываем свой продукт, и он эволюционировал. На мой взгляд, новый продукт, который выходит, он сделан на более современной основе, на более современных технологиях. Дело в том, что, если говорить про тот же WebEx, это технологии начала 2000-х годов. То есть когда они стартовали, да, они сделали хороший продукт, они сделали хороший функционал, но они сделали это еще тогда. И, соответственно, в какой-то мере им это мешает, в какой-то мере они стали заложниками вот тех технологий, которые тогда были, поскольку им приходится это продолжать развивать. Но люди уже привыкли, наверное, все получать из браузера, уже действительно одним кликом, без установки какого-либо программного обеспечения, даже плагинов. С одной стороны, действительно, использовать тот же WebEx, мы это получаем только с одной стороны, потому что, по сути, все равно устанавливается программное обеспечение. Да, это делается через Java-инсталлер, который часто практически незаметно проходит для пользователя. Но если мы говорим про корпоративный сегмент как раз, то все равно это необходимость вводить администраторский пароль, часто открывать фаерволы внутри корпоративной сети и так далее, и так далее. Соответственно, мы получаем, по сути, установку софта со всеми вытекающими отсюда последствиями. Вот, и то есть это, на мой взгляд, вот просто, ну, другая технологическая основа. Вот новый продукт, который выходит сейчас у нас, это HTML5-продукт на базе HTML5, действительно, без каких-либо инсталляций или установок. И, ну, вот это действительно очень важно, поскольку позволяет просто принципиально новое использование, там, в строки различных компонентов, там, в сайты, в другие системы и так далее. То есть, чего не позволяет как раз вот эта вот старая технология. Если отойти от профессиональных конкурентов, конкурентов другого плана, то есть, не секрет, что у нас сейчас очень популярны групповые чаты с помощью Skype, где вообще ничего не нужно устанавливать, все это есть. И еще более, как говорится, набирающие популярность, это тот же Google плюс Hangouts. Не секрет, что, скорее всего, они отъедят часть какой-то аудитории, которая будет проще и быстрее воспользоваться этими сервисами. Но какие сегменты, скорее всего, откусят эти бесплатные сервисы? У вас. Ну, на вашем случае. Смотрите. Я думаю, IT. Частично. В первую очередь, да? Ну, потому что такие продукты, они все равно требуют какой-то подкованности в плане технического, там, регистрацию на Google или что. Ну, регистрацию на Google имеет любой человек, который имеет почту на Google. Соответственно, аудитория уже понятная, она отнюдь не айтишная. У меня как раз немного другое мнение на отчет. То есть, мне кажется, здесь это будут немножко разные сегменты, потому что, ну, по сути, вот действительно часто спрашивают, чем отличается от Skype. Но мы со Skype, на самом деле, никогда не конкурировали. То есть, Skype – это совершенно другой сегмент. И продукт оптимизированный по то, чтобы там два, три, там, четыре, может быть, несколько человек, да, которые друг друга уже знают, которые друг друга уже находят там ВКонтакте. Просто взяли одной кнопкой, позвонили, поговорили, беседовали. Или там, сделав конференцию, например, на три, может быть, на четыре человека. Ну, малому бизнесу ведь это интересно, правильно? Да, но это, с одной стороны, действительно, это очень хорошее решение и очень удобное, которое позволяет это вот так сделать. С другой стороны, за это удобство они расплачиваются, ну, расплачиваются, наверное, в хорошем смысле тем, что они не перегружают, ну, со своей точки зрения, как бы свой продукт всякими тяжелыми функциями, типа, там, всяких, там, демонстраций, модераций, там, кого-то, там, не знаю, отключить, чтобы он не мог говорить, кого-то, там, еще что-то, да. То есть, если мы говорим про вебинары, то это несколько другой тип продукта, ну, как бы, который находится на немного другом уровне, да, и, соответственно, если нужно как-то вот серьезно, там, модерировать эти мероприятия, там, вести какую-то повестку, или чтобы люди подключались просто по, действительно, по одному клику, по ссылке, а не диктовать им, как, там, вас найти в Скайпе, а ты меня добавил, а ты меня добавил, там, и так далее, да, то есть, если вот нужен вот несколько уже, там, другой формат общения, то вот мы скорее в этом сегменте, да, и мое мнение, что Google Plus тоже, он скорее будет конкурировать со Скайпом за массовую аудиторию, да, то есть, это реально вот продукты на массовую аудиторию, которые ориентированы на, вот, практически каждого, на миллионов человек, на, не знаю, там, домохозяек, которые между собой говорят. В пятером, через телевизор. Ну, хоть даже в пятером, да, и, может быть, даже, там, через телевизор, там, на кухне, например, да, там, через несколько лет уже, там, наверняка, активно будет, сейчас уже есть, вот, или, действительно, человек, там, из Google Plus кому-то звонит, или, там, из Gmail интерфейса, но, опять же, это, вот, действительно, массовый сегмент, и здесь очень важно удобство, что просто вот ты взял и позвонил, и все, с человеком, которого ты уже, там, поддерживаешь какое-то общение. Если смотреть на бесплатные сервисы, они должны монетизироваться в счет рекламы. То есть, в принципе, стоимость просмотра, он не сопоставим, допустим, со зрителем, который будет смотреть какой-нибудь вебинар. Поэтому, в принципе, если Google сможет найти способ монетизации вебинаров, да, что, ну, опять же, вебинар это, ну, в принципе, средний вебинар это, ну, там, 70-100 человек. То есть, совершенно неинтересная, как бы, аудитория для Google. Другое дело, когда YouTube показывает миллион просмотров за какой-нибудь хитовый ролик. Совершенно разные площадки. Какой из видов сервисов сейчас приносит наибольший доход в России? Это веб-конференции, это корпоративное управление, это трансляции? Что наиболее сейчас доходное и прибыльное? Ну, мы занимаемся двумя типами сервисов. То есть, веб-трансляции и веб-конференции. Я считаю, что потенциал на сегодняшний день примерно одинаковый, потому что клиентская база растет по вебинарам, трансляции все больше и больше количества людей хотят их проводить. Это первое. Второе, появляются дополнительные опции, например, которые, ну, первое, это многозальность. Второе, это много языков. Третье, это установка там дополнительного света. Четвертое, это установить звук дополнительный. То есть, поскольку уже каждая конференция невозможна себе представить без онлайн-трансляции, поэтому у них тоже есть некая конкуренция. И мы повышаем постоянную планку качества. Поэтому на сегодняшний день, я думаю, что примерно 50 на 50. Но дальше, конечно, SaaS-модель будет приносить денег больше. Говоря о потенциале разных сервисов, и несколько опередили меня, как раз хотел завершить нашу передачу, поскольку время у нас все-таки подходит к концу, вопросом о том, какой, по вашему мнению, степень проникновения сервис веб-конференции ожидает нас в ближайший год, и какие наиболее перспективные сервисы могут появиться тоже в ближайший год, новые сервисы? Не те, которые сейчас существуют, а новые. Есть у вас какое-то... Проникновение пока, объективно говоря, небольшое, несмотря на то, что у нас клиентская база общая исчисляется сейчас несколькими тысячами клиентов. Но условно, если мы возьмем весь наш потенциальный рынок, который мы оцениваем, ну, не в миллион компаний, конечно, да, там как бухгалтерские, например, вот эти все системы, но тысяч, там, в 500, может быть, 550 к 2012 году, вот, это наш, собственно, addressable market, да, в России, как мы считаем, то есть, ну, потому что действительно все технологии там очень многие, в очень многих сферах можно применять и для очень многих компаний. Так вот, мы, соответственно, думаем, что, соответственно, к 2015 году рынок 100 миллионов долларов могут обеспечить процентов 5-10 от этих компаний, то есть, от вот этих 500, там, с чем-то тысяч. А коренное изменение инфраструктуры, образования и, собственно, работы бизнесов, распределенные, удаленные, на дому и так далее? Ну, конечно же... Кажет? Нет, естественно, первое – это то, что образование, да, то есть, мы активно работаем с образованием и понимаем, что уже сейчас в московских школах, ну, не во всех, конечно, ну, в продвинутых, да, например, занятия дополнительные в субботу, да, идет дистанционно, карантин дистанционно, заморозки дистанционно, школы, например, малокомплектные – дистанционное образование. Далее, все заочное образование в вузах многое, ну, опять же, не во всех, но есть там ИСИ, есть еще вузы, которые активны, то есть, к ним студенты приезжают только сдавать экзамены, так же делают все на технологии вебинаров. То есть, это волнообразное проникновение сейчас мы наблюдаем именно в связи с тем, что большие отрасли, фарма, то есть, представители фарма-экспектических компаний не могут общаться с врачами только через вебинары. Опять же, огромное проникновение. То есть, я думаю, 13-14 год – это будет, наверное, бум. Ну что ж, дождемся 14-го года, и мы сможем воочию убедиться в справедливости ваших прогнозов. Ну, на этом, я думаю, что мы заканчиваем нашу программу. Время наше подходит к концу. Большое спасибо, что вы пришли к нам, познакомили нас с новой, еще до то ли не освещенной отраслью бизнеса, который ни разу не показывался в нашем канале. Большое вам спасибо. Пока. Ну, а вам, уважаемые телезрители, я желаю почаще заходить на наш канал, чтобы узнавать все самое новое и самое интересное из новых технологий. Всего доброго. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова